Самые яркие события и новости Орска прошлых лет. Смотрите далее. Из-за ремонта в большей части помещений больничного комплекса пациенту приходится ютиться в коридорах. Но большинство горожан к этим временным трудностям отнеслись с пониманием. Детская горбольница номер 5 работа тоже кипит. Ремонту здесь подвергнутся хирургическое отделение, лаборатория, физкабинет, аптека, проходы и две поликлиники, в которых сейчас из-за реконструкции медиков пришлось сильно потеснить. В поликлиниках пациенты обычно бушуют от негодования из-за того, что стоять в нескончаемых очередях приходится долго и упорно. Но в этот раз, на наше искреннее удивление, ситуация сложилась иначе. Ну лучше же для наших же детей делают. Просто одно крыло пришлось перекрыть, поэтому приходится все больницы по городу абсолютно. Закрыто на ремонт. На самом деле, даже с завершением ремонта во всех лечебных заведениях проблема очередей не утратит своей актуальности. Ведь она вытекает из другой, более сложной и менее решаемой – нехватки кадров. Если один специалист на весь город, то едет сюда и ОЗТП, к которой сейчас присоединилась железка, и весь город Орск, и районы Восточного Оренбурга, там тоже кадровый голод. И все едут сюда, то, конечно, принимают всех, никому не отказываем, но приходится стоять в очереди. По словам главврача, новых специалистов приходит катастрофически мало. Да и то, не все из них надолго задерживаются на своих местах. Молодежь трудно заманить на такую ответственную и в то же время малооплачиваемую работу. Программа помощи с жильем для медиков, на которые из бюджета уже выделены деньги, новые кадры тоже не особо прельщает. Так что проблем в медицине хватает, но одна из них уже точно скоро решится. Ремонтные работы некоторых зданий больничных комплексов будут завершены уже в октябре. Редактор субтитров А.Семкин